Добрый день скьюб ультимейт это шейп мод обычного скьюба в форме додекаэдра вместо 6 цветов и граней стало 12 как на мегаминксе набор цветов здесь такой же но порядок немного другой иногда другую головоломку также называют скьюб ультимейт по форме они действительно похожи на настоящий скьюб ультимейт значительно больше является шейп модом скьюба а вот это похожая головоломка под названием скьюб мегаминкс додекаэдрон 3 на 3 является очевидно шейп модом кубика 3 на 3 и хоть имеет в названии слова скьюб но вращается как обычный кубик 3 на 3 и меняет свою форму скьюб ультимейт форму не меняет не вращается как скьюб при сборке любого шейп мода скьюба важно разобраться где у этой головоломки центры а где углы если обратить внимание на классический скьюб то мы видим у него 8 углов и 6 центров именно по этому признаку можно определить какой элемент где находится скьюб ультимейт это не сложный шейп мод однотипные элементы имеет одинаковую форму мы можем легко посчитать что вот такие вот трехцветные элементы здесь присутствуют в количестве 8 штук а крупные четырехцветные элементы в количестве 6 до это стоит вертикально этот горизонтально этот опять вертикально этот опять горизонтально они как-то по-разному ориентированы но их 6 а если элементов 6 то это центры более мелкие элементы трехцветные это углы у скьюба всего два типа элементов если мы уже определились где какие собрать головоломку будет уже не так трудно принцип сборки будет аналогичный обычному скьюбу но так как центры не одноцветные их ориентация будет важна это будет отдельный этап по ориентации центров как и у многих других шипмодов скьюба перед тем как приступать к шипмодам скьюба я рекомендую освоить обычный скьюб если вы не умеете собирать эту головоломку то по ссылке в описании вы можете найти подробное обучающее видео здесь же я покажу только основные моменты классический скьюб по методу для начинающих мы начинаем собирать с белого центра к нему нужно поставить четыре белых угла располагаем белый центр снизу и ищем на противоположной грани углы с белым цветом находим любой и отправляем его вниз при необходимости его нужно развернуть мы видим что белый цвет синим не совпадает наш этот уголок нужно развернуть для этого отправляем его назад здесь задним уголком разворачиваем после чего возвращаем на место если белый цвет с белым совпал то переходим к следующему уголок бело-синий а значит вот здесь должен быть тоже бело-синий ищем такой наверху ставим рядом если белый цвет совпал переходим к следующему если нет то разворачиваем этот уголок бело-красный здесь должен быть бело-красный ищем наверху здесь нет значит он здесь ставим на свое место нужно разворачивать отводим назад вращаем задний верхний уголок возвращаем на место развернут все еще неправильно повторяем отводим назад вращаем возвращаем собрано четвертый угол надо собирать более осторожно так как можно повредить вот этот уголок находим его сверху ставим на свое место ориентация его неправильная отводим назад здесь разворачиваем и возвращаем на место встал он правильно но задний уголок разрушился чтобы его починить мы делаем вот такое движение четыре угла собраны можно собирать первые четыре угла любыми другими способами более эффективно и гораздо быстрее сейчас же я показал самый примитивный способ потому что в скьюбе ultimate ориентироваться гораздо сложнее попробуем теперь собрать первый слой здесь чисто белого центра здесь не найти поэтому я предлагаю начать центра где есть белый цвет это бело-зеленый центр у него есть еще два цвета оранжевый и синий но основные белый и зеленый к нему вот с этих сторон примыкают уголки и чтобы понять где какие мы ориентируемся вот на эти цвета с этой стороны должен быть уголок зеленым и оранжевым цветами с этой синим и зеленым здесь с белым и синим здесь с белым и оранжевым давайте начнем с белых уголков так привычнее вот этот крупный элемент с белым цветом это не угол это центр напомню что центры более крупные имеют четыре цвета а уголки поменьше имеют три цвета видим уголок с белым цветом белый синий красный он должен стоять вот здесь белый и синий цвета подводим уголок на свое место видим что его ориентация неправильная вот наш белый зеленый центр держим его снизу отводим вот этот уголок назад здесь его разворачиваем вот на развернулся и возвращаем на место снова стоит неправильно повторяем отводим назад разворачиваем возвращаем на место белый и синий цвета совпадают переходим к следующему здесь не получится ориентироваться на вот эти цвета как на обычном скьюбе так как цветов 12 и следующий угловой элемент будет иметь уже здесь другой цвет мы будем ориентироваться вот на эти белый и оранжевый цвета самого центра значит ищем бело-оранжевый уголок третий цвет нам пока не известен ищем его на верхней грани не находим значит он где-то на нижней смотрим здесь вот он бело-оранжевый уголок он должен располагаться вот здесь но оказался на противоположной стороне поднимаем его наверх после чего ставим на свое место видим ориентирован неправильно располагая белый зеленый центр снизу мы вот этот уголок опять отводим назад вот он здесь его разворачиваем после чего возвращаем снова ориентирован неправильно отводим назад разворачиваем возвращаем ориентирован правильно интуитивно можно его в правильное положение поставить гораздо быстрее с опытом вы этому научитесь сейчас я показываю самыми примитивными движениями чтобы легче было ориентироваться два уголка на месте переходим к следующему здесь уголок должен быть уже без белого цвета зелено оранжевый мы как раз такой видим на своем месте остается его развернуть белый зеленый центр снизу отводим сюда разворачиваем и возвращаем на место ориентирован правильно переходим к четвертому уголку он должен быть зелено-синий ищем зелено-синий уголок вот один и вот второй два уголка имеют и зеленый и синий цвета но если мы присмотримся здесь зеленый темный а здесь зеленый светлый нам нужен тот который темный да и другой уголок на то место поставить не получится так как у него другая орбита вращения располагаем его на своем месте и смотрим что он сразу ориентирован правильно предположим что нам не так повезло и при собранных трех углах четвертый мы поставили на свое место и он ориентирован неправильно напомню что если мы разворачиваем последний уголок то он может нарушить уже собранные из этого положения отводим назад разворачиваем возвращаем он стоит на своем месте но ориентирован неправильно но в то же время мы сломали вот этот уголок и нужно сделать вот такое движение чтобы все восстановить продолжаем разворачивать отводим назад поворачиваем возвращаем уголок на месте опять нужно восстановить вот этот движение то же самое в итоге получаем что у нас есть центр и четыре угла возле него это равносильно белой стороне на обычном скьюбе четырехцветный центр и четыре трехцветных угла везде цвета совпадают после сборки белой стороны на обычном скьюбе нужно правильно ориентировать желтые углы здесь есть две ситуации когда нет ни одного правильно ориентированного желтого уголка на верхней грани эта ситуация называется глаза либо вертолет в этом случае мы располагаем скьюб глазами направо и выполняем пиф-паф напомню как делается пиф-паф на скьюбе мы вращаем передний верхний правый уголок против часовой стрелки после этого передний верхний левый уголок по часовой стрелке и отменяем оба движения правый уголок по часовой левый уголок против часовой все углы правильно ориентированы вторая ситуация это восьмерка два уголка правильно ориентированы a2 нет нужно расположить так чтобы правильно риентирован уголок был слева а справа уголок должны желтым цветом быть обращен к нам это положение неправильно поэтому перехватываем слева правильный уголок справа уголок желтым цветом направленный к нам после чего нужно было сделать пиф-паф перехват и еще один пиф-паф после первого пиф-пафа мы получали тот же самый вертолет что и в предыдущем случае на скьюби ультимейт всего несколько сложнее нас нет здесь очевидного желтого цвета если мы перевернем вот эту собранную грань вниз то на верхней мы получим какой-то хаос напротив белой зеленой грани была точно не желтая поэтому мы не можем просто находить желтые уголки и смотреть как они ориентированы как и в любых других шип модах здесь надо быть очень внимательным чтобы проверить как ориентированные уголки верхнего слоя их цвета нужно сравнивать с уголками нижнего слоя мы видим вот этот бело-оранжево-фиолетовый угол и вот этот зелено-сине-фиолетовый особенностью скьюба является то что если мы собрали одну грань то все углы уже стоят на своих местах вот эти вот четыре угла располагаются на своих местах осталось лишь разобраться с их ориентацией так как центры на своих местах не стоят мы смотрим на уголки первого слоя вот здесь цвет фиолетовый здесь цвет зеленый фиолетовые зеленые цвета разные а значит этот угол ориентирован неправильно цвета вот этих больших элементов центров нам сейчас не важны если вдруг у вас вот этот цвет будет с этим совпадать то никакого значения не имеет важно чтобы вот этот цвет совпадал с этим если не совпадает то угол ориентирован неправильно переходим к следующему этот уголок розово-зелено-оранжевый здесь цвет розовый с этим розовым совпадает это хорошо значит вот этот угол правильно ориентированно и не важно что вот этот розовый вот с этим цветом или с этим не совпадает главное что вот эти совпадают идем дальше хотя уже и так понятно что у нас будет восьмерка если мы нашли хотя бы один правильно ориентированный уголок то это восьмерка если нет ни одного то это вертолет ну давайте уточним следующий угол здесь цвет фиолетовый здесь цвет желтый уголок ориентирован неправильно смотрим 4 здесь цвет красный и здесь красный значит угол ориентирован правильно мы получаем два правильно ориентированных угла это восьмерка чтобы решить восьмерку мы должны один уголок расположить слева а другой уголок справа но в этой головоломке нет определенного желтого цвета который должен располагаться перед нами поэтому мы еще раз обратимся к классическому скьюбу и обратим внимание в какую сторону должен поворачиваться вот этот уголок слева правильно ориентированно а справа желтый цвет должен быть к нам но если желтый цвет к нам то уголок должен повернуться по часовой стрелке и это нам подскажет что делать на скьюбе ultimate слева должен быть правильно ориентированный уголок, а справа уголок, который нужно повернуть по часовой стрелке. Если мы вращаем вот этот угол по часовой стрелке, то вот этот цвет перейдет вот сюда, и тогда вот эти два цвета будут совпадать. Этот фиолетовый будет здесь, и будет совпадать с этим фиолетовым. А значит, нам из такого положения нужно делать пиф-паф, перехват и еще один пиф-паф. Давайте посмотрим, как выглядит хьюб с другой стороны. Если, допустим, мы сначала обратили внимание вот на этот правильно ориентированный угол. Напомню, что белая-зеленая грани до сих пор снизу. Мы вот этот угол располагаем слева, а справа у нас неправильно ориентированный угол. То, что вот эти цвета совпадают, это не важно. Для того, чтобы вот этот угол был правильно ориентирован, его нужно развернуть против часовой стрелки, чтобы вот этот цвет совпадал с этим. Здесь цвет фиолетовый. Фиолетовый отсюда должен перейти сюда, а это поворот против часовой стрелки. Это положение неправильное. Значит, нужно перехватить скьюб с другой стороны. Вот правильный уголок, а этот нужно развернуть по часовой стрелке. Еще раз, как решается восьмерка. Правильный уголок, уголок, который нужно развернуть по часовой. Делаем пиф-паф. Перехват на 90 градусов и еще один пиф-паф. Уголки ориентированы. То же самое делаем здесь. Перед нами большой центр. Уголок правильный. Уголок, который нужно развернуть по часовой стрелке. Этот фиолетовый и вот этот фиолетовый потом будут совпадать. Делаем пиф-паф. Белый-зеленый центр до сих пор снизу. Ориентируемся вот по этому центру, который перед нами. Вращение вокруг вот этого уголка. Начинаем против часовой стрелки. Теперь вокруг этого по часовой. Отменяем первое движение. Отменяем второе движение. Это мы сделали пиф-паф. Теперь перехватываем на 90 градусов. Перед нами центр. Делаем вот такое вращение. Перед нами появляется другой центр в другой ориентации. Мы также здесь делаем пиф-паф. Правой стороной. Левой стороной. Обратно. Правой стороной. Обратно. Левой стороной. Смотрим, что получилось. Вот наш бело-зеленый центр. Вот его уголки. И вот теперь вот эти розовые цвета совпадают. Вот эти фиолетовые цвета совпадают. Красные цвета совпадают. И фиолетовые совпадают. Здесь два фиолетовых цвета на головоломке, но оттенки у них разные. Возможно, на камере они трудно различимы, но вживую разница есть. Несмотря на то, что восьмерка решается в два пиф-пафа с перехватом, различить ее на скьюбе ультимейт проще. Мы получили собранный первый слой и правильно ориентированные верхние уголки. Видим, что здесь цвета тоже совпадают. Вторая ситуация. Это вертолет. Когда ни один уголок правильно не ориентирован. Снизу у нас бело-зеленый центр. Рядом с ним четыре угла. Проверяем. Возле каждого верхний угол. Розовый с серым не совпадает. Фиолетовый с желтым не совпадает. Красный с желтым не совпадает. Фиолетовый с зеленым не совпадает. Значит, что у нас вертолет решается в один пиф-паф. Вроде бы короче. Но здесь надо быть гораздо внимательнее. Так как здесь нет четких ориентиров, нам нужно опять определять, в какую сторону разворачивать углы. На обычном скьюбе мы выполняем алгоритм вот из такого положения. Слева уголок, который нужно развернуть против часовой стрелки. Справа уголок тоже нужно развернуть против часовой стрелки. А значит, нам достаточно найти два уголка, которые нужно развернуть против часовой стрелки и расположить их перед собой. После чего сделать один пиф-паф. И уголки правильно ориентируются. Собран один слой. Располагаем его снизу и смотрим на ориентацию уголков. Чтобы вот этот розовый цвет совпадал с этим, вот этот уголок нужно развернуть против часовой стрелки. Следующий. Здесь фиолетовый. С этим фиолетовым будет опять совпадать при таком же развороте. Против часовой. Вот этот уголок будет совпадать вот с этим по цветам, если вот этот красный при повороте по часовой стрелке перейдет вот сюда. Красный будет совпадать. Здесь вот этот фиолетовый с этим будет совпадать при повороте по часовой стрелке. Получаем, что два вот этих угла нужно развернуть по часовой стрелке, а два вот этих угла нужно развернуть против часовой стрелки. А значит мы располагаем их перед собой. Два угла, которые нужно развернуть против часовой стрелки и делаем один пиф-паф. Перед нами должен быть вот такой крупный центр. Бело-зеленый снизу. Выполняем пиф-паф. Вращаем правую сторону. Вращаем левую. Возвращаем правую. Возвращаем левую. Смотрим. Цвета совпадают. 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 Уголки нижнего и верхнего слоя совпадают по цветам. Также рядом стоящие углы тоже по цветам совпадают. Здесь зеленые, здесь серые. А значит все углы ориентированы правильно. Далее на обычном скьюбе нужно желтый центр поставить к желтым уголкам. Мы располагаем белую сторону снизу и на боковой грани находим желтый центр. Вот он. Располагаем его сзади. После чего делаем алгоритм под названием Юперм. Он также состоит из пиф-пафов. Делаем один пиф-паф. Разворачиваем скьюб на 180 градусов. Это два перехвата на 90. И делаем еще один пиф-паф. Желтый центр становится рядом с желтыми углами. На скьюбе ультимейт нет желтого центра. Мы начали с бело-зеленого. Теперь нужно определить, какой будет напротив. Но так как мы правильно ориентировали четыре верхних угла, мы по ним можем определить, какой центр должен находиться здесь. Цвета зеленый и серый. Значит, здесь должен находиться зелено-серый центр. Мы видим, что вот эта грань должна быть зеленая, а вот эта серая. А значит, располагая слой с бело-зеленым центром снизу, мы на боковых гранях ищем серо-зеленый центр. Вот у нас серо-зеленый. Причем вот этот зеленый, он отличается от этого. Этот темный, этот светлый. Располагаем вот этот серо-зеленый центр сзади. Для этого перехватываем скьюб таким образом. Первый слой здесь. Серо-зеленый центр сзади. После этого выполняем нужные движения. А именно, делаем пиф-паф. Правая сторона, левая сторона. Правая обратно, левая обратно. Выполняем перехват на 180 градусов. Здесь проще ориентироваться по первому центру. Есть вот сторона белая. Перехватываем. Стала сторона зеленая. Если была большая наклейка, то на противоположной стороне тоже должна быть большая. Делаем еще один пиф-паф. Мы видим, что серо-зеленый центр появился здесь. Но цвета не совпадают. Это пока не важно. С ориентацией центров мы будем разбираться в конце. Главное, что серо-зеленый центр находится рядом с серыми и зелеными углами. Далее на обычном скьюбе мы располагали желтую и белую грани по бокам. И на оставшихся искали центр, который стоит на своем месте. В данном случае зеленый. Размещаем его снизу. После чего нужно выполнить тот же алгоритм, которым мы устанавливали желтый центр на место. В Shape Models Cube удобнее определять нужное положение следующим образом. Мы смотрим, чтобы верхний центр, после того, как перейдет на переднюю грань, совпадал по цветам с уголками. Красный центр с красными уголками совпадает. Значит, нужно делать алгоритм из этого положения. Если бы у нас получилось вот так, красный центр, переходя сюда с оранжевыми углами, не совпадал бы, пришлось бы с кьюб развернуть. У нас желтый и белый центры по бокам, собранный третий снизу. И мы разворачиваем так, чтобы верхний центр, вставая на переднюю грань, совпадал по цветам с уголками. После чего мы также делаем пиф-паф. Перехват на 180 градусов, или двойной на 90. И еще один пиф-паф. И весь кьюб собирается. В случае, если после того, как белый и желтый центры расположены по бокам, правильного центра не находятся, мы делаем тот же алгоритм из любого положения. Пиф-паф. Перехват на 180. И еще один пиф-паф. И получаем центр, который стоит на своем месте. Располагаем его снизу. Проверяем, чтобы верхний центр, вставая на переднюю грань, совпадал по цветам с углами. Делаем алгоритм еще раз. Пиф-паф. Перехват на 180 градусов. И еще один пиф-паф. С-кьюб собирается. Расставим мы здесь оставшиеся центры по местам. Этот серо-зеленый центр, хоть и не совпадает по цветам, но находится рядом со своими углами. Располагаем его сбоку. Здесь белый-зеленый центр стоит правильно. Сразу находим центр, который стоит на своем месте. Но он может не стоять так красиво. Он может быть также развернут. Главное проверить, чтобы набор вот этих двух цветов совпадал с цветами уголков. Сейчас синий-оранжевый центр находится на своем месте. Располагаем его снизу. Слева белый-зеленый. Справа серо-зеленый. Может быть наоборот. Это не так важно. После этого проверяем, чтобы верхний центр, после того, как перейдет на переднюю грань, совпадал своими цветами с цветами уголков. Углы здесь красные и фиолетовые. Центр красный и фиолетовый. Значит все правильно. Если была бы у нас другая ситуация, и вот этот фиолетово-красный центр при переходе на эту грань не совпадал бы с этими фиолетовым и розовым цветами, этот фиолетовый другого оттенка, то пришлось бы с кьюб развернуть на 180 градусов и выполнить алгоритм с другой стороны. Фиолетовый и красный. Красный и фиолетовый. Снизу у нас центр, который стоит на своем месте. Перед нами центр, сверху центр, слева белый-зеленый, справа зелено-серый. Делаем пиф-паф. На скьюбе ультимейт много цветов. И чтобы не ошибиться при перехвате, я рекомендую запоминать вот этот цвет. Этот цвет правильно стоящего центра. Он фиолетовый. Когда мы перехватим угловоломку на 180 градусов, он должен оказаться сзади. Выполняем пиф-паф. Передний центр перед нами. Вращаем с правой стороны, с левой. Обратно с правой. Обратно с левой. Выполняем перехват. Вот наш цвет, который мы запомнили. Перехватываем. И вот у нас другой. Там была маленькая наклейка, и тут маленькая. Здесь розовая, а там как раз вот эта фиолетовая. Теперь она находится сзади. Делаем еще один пиф-паф. Вращаем справа. Вращаем слева. Справа обратно. Слева обратно. Смотрим, что получилось. Перед нами фиолетово-розовый центр. Здесь цвета фиолетовый и розовый. Стоит на своем месте, но ориентирован неправильно. Следующий. Синий-желтый. Синие и желтые цвета. То же самое. Фиолетово-красный. По цветам совпадает, но ориентирован неправильно. Но этот центр стоит хорошо. Он изначально был снизу. В итоге, мы расставили все центры по своим местам. Рассмотрим более сложную ситуацию, когда после сборки первых двух центров, третьего на своем месте мы не находим. Мы видим, что вот этот синий-оранжевый не совпадает по цветам с уголками. Розовый, фиолетовый. Следующий. Фиолетово-красный. Также не совпадает. Здесь голубой и желтый. Следующий. Голубой-желтый. Здесь фиолетовый и красный. Ну и последний тоже. В итоге, у нас правильно стоит первый центр, с которого мы начинали, и противоположный, который мы собирали вторым. Как и на обычном скьюбе, мы располагаем первые два центра по бокам и выполняем тот же самый алгоритм из произвольного положения. Чтобы не путаться, запоминаем цвет нижнего центра. Это синий, большая наклейка. Значит, при развороте у нас спереди должна оказаться большая желтая наклейка. Выполняем пиф-паф. Перед нами большой центр. Вращаем правую, вращаем левую, обратно правую, обратно левую. Это один пиф-паф. Делаем перехват. Вот у нас здесь синяя наклейка. Разворачиваем. Получается желтая наклейка. Была большая, и осталась большая. Делаем еще один пиф-паф. Справа, слева, обратно, справа, обратно, слева. Смотрим, что получилось. Здесь цвета с углами не совпадают. Здесь цвета тоже не совпадают. Здесь синий, оранжевый, синий, оранжевый. Совпадают. Мы нашли центр, который стоит на своем месте, пусть и неправильно ориентирован. Его располагаем снизу. После этого мы смотрим, чтобы верхний центр при переходе на переднюю грань совпадал по цветам. Розовый, фиолетовый. А здесь цвета красный и другой фиолетовый. Не совпадает. Значит, разворачиваем на 180 градусов и проверяем снова. Фиолетовый, розовый, фиолетовый, розовый. Значит, при переходе вот этого центра сюда цвета должны совпадать. Опять запоминаем вот этот цвет, маленький фиолетовый. Напротив него маленький розовый. Делаем пиф-паф. Центр перед нами. Поворачиваем справа, поворачиваем слева, обратно справа, обратно слева. Мы запомнили вот эту маленькую наклейку. Разворачиваем так, чтобы она оказалась сзади. Перед нами маленькая розовая. Делаем еще один пиф-паф. Справа, слева, обратно справа, обратно слева. Проверяем цвета. Фиолетовый, красный, фиолетовый, красный. На своем месте ориентирован неправильно. Синий, желтый, то же самое. Розово-фиолетовый на месте и цвета совпадают. Синий, оранжевый ориентирован неправильно. Получается, что все центры на своих местах, но некоторые ориентированы неправильно. Нам остается развернуть неправильные центры на своих местах. Делать мы это будем теми же пиф-пафами. И сейчас я покажу все возможные ситуации. Первый и самый простой случай. Нам нужно развернуть два противоположных центра. Мы видим, что вот этот синий-оранжевый неправильно развернут. И напротив него желто-синий тоже неправильно развернут. Любые два противоположных центра можно развернуть следующим алгоритмом. Мы располагаем центры, которые нужно развернуть перед собой и сзади. После чего выполняем два пиф-пафа, перехват на 180 градусов и еще два пиф-пафа. Так как нам придется делать перехват, мы опять запоминаем вот эту наклейку. Маленькая синяя, напротив будет маленькая оранжевая. Выполняем два пиф-пафа. Неправильный центр перед нами. Справа, слева, обратно, справа, обратно, слева. Это первый пиф-паф. Справа, слева, обратно, справа, обратно, слева. Мы запомнили вот эту наклейку. Она должна оказаться сзади. Перед нами маленькая оранжевая. Мы сделали перехват на 180 градусов. Делаем еще два пиф-пафа. Справа, слева, обратно, справа, обратно, слева, справа, слева, обратно, справа, обратно, слева. Вот эта наклейка все время остается перед нами, пока мы не перехватываем. Все центры правильно ориентированы. Другая, чуть менее приятная ситуация, это когда нужно развернуть два центра, которые располагаются рядом. Два смежных центра. Перед этим мы разворачивали два противоположных, к примеру, этот и противоположный. Сейчас два смежных. Решаться будет тем же алгоритмом, но сначала нужно сделать дополнительное движение. Располагаем неправильные центры. Один перед собой, другой сверху. Где бы они ни находились, вы всегда сможете это сделать. Один перед собой, другой сверху. После чего нужно сделать так, чтобы верхний центр оказался сзади. Для этого достаточно повращать задний, верхний, правый угол по часовой стрелке. Вот так. Теперь мы разворачиваем передний и задний центры, как и в прошлом случае. Будем делать два пиф-пафа, перехват и еще два пиф-пафа. Запоминаем вот эту наклейку маленькая розовая, напротив будет маленькая фиолетовая. Выполняем из такого положения передний и задний будем разворачивать два пиф-пафа. правая левая правая обратно левая обратно. Это первый пиф-паф. Опять правая охрань левая правая обратно левая обратно. Второй пиф-паф. Запоминали эту наклейку, располагаем ее сзади, перед нами маленькая фиолетовая. делаем еще два пиф-пафа. Справа слева справа обратно слева обратно справа слева справа обратно слева обратно. Вроде бы почти все хорошо, остается сделать еще один ход, а именно отменить первый ход, который мы делали. Мы вращали задний верхний правый угол, теперь мы отменяем это движение вращением верхнего левого переднего угла. Это можно сделать интуитивно либо просто повернуть его против часовой стрелки. Все собрано. Теперь рассмотрим, когда четыре центра неправильно ориентированные. Здесь проще рассмотреть центры правильные. Мы один, тот, с которого мы начинали сборку белый-зеленый, располагаем снизу, а другой правильный располагаем сзади. В данном случае это розово-фиолетовый. Правильный центр получается снизу и сзади. Неправильно ориентированный спереди, сверху, слева и справа. Для того, чтобы развернуть вот эти два центра и вот эти два центра мы выполним шесть пиф-пафов и никаких перехватов. Разворачиваем передний, верхний, правый и левый центры. Все делаем из одного положения. Вот эта белая наклейка все время должна быть перед нами. Делаем первый пиф-паф. Один. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Все собрано. Движений много, но они однотипные. И последняя ситуация. Опять четыре неправильно ориентированных центра, но здесь правильно ориентированный располагается напротив. Первый центр белый-зеленый, с которого мы начинали сборку, а другой серо-зеленый, который собирали вторым. Если они ориентированы правильно, а четыре остальных неправильно, то мы получаем наверное самую неприятную ситуацию, которая также решается при помощи шести пиф-пафов и пары дополнительных движений. Располагаем головоломку так, чтобы правильный центр был снизу, а другой сверху. Как и во втором случае, мы сначала сделаем дополнительное движение, такое, чтобы верхний центр оказался сзади. Нам не важно с какой стороны делать этот алгоритм, поэтому можно выбрать ту, которая удобнее. Удобнее делать, когда у нас белый цвет перед нами, чтобы на него ориентироваться. Можно делать и с этой стороны, и с этой, это не важно. Но я буду делать с белой, мне так удобнее. Вот этот центр знакомым движением поворотом правого заднего верхнего угла по часовой стрелке мы отправляем назад. И теперь у нас правильно ориентированный центр находится снизу и сзади. Из такого положения мы выполняем 6 пиф-пафов. Белый цвет все время перед нами. 1 пиф-паф 2 3 4 5 6 Мы сделали 6 пиф-пафов, перед которыми мы поворачивали задний правый верхний уголок по часовой стрелке. Теперь этот ход отменяем. И скьюп ультимейт собран. Другие ситуации по ориентации центров здесь невозможны. Мы всегда разворачиваем либо 2 либо 4 центра. Разворот 6 центров может потребоваться только если вы искусственно развернули первый центр. Но так как мы изначально все собираем вокруг бело-зеленого центра, то его ориентация всегда правильная. Нечетного количества неправильных центров не бывает либо 2 либо 4 либо 6. А так как 1 всегда правильный, то остается только либо 2 либо 4 неправильных центра. 2 неправильных могут быть противоположными либо смежными, 4 неправильных могут передний и верхний правый левый, либо передний задний правый левый. Решение каждой ситуации я показал. Пример сборки для закрепления. Находим бело-зеленый центр и вокруг него собираем 4 угла. Начнем с белых. Нужен бело-синий. Ищем его на головоломке. Вот он. Подводим поближе. Ориентирован неправильно. Начинаем его разворачивать. Ориентация правильная. Переходим к следующему. Он стоит на своем месте. Отводим. И разворачиваем. Идем дальше. Здесь должен быть зелено-оранжевый. Ищем его сверху. Так. Он сразу становится правильно. Движемся дальше. Здесь нужен зелено-синий. Вот он. Располагаем его поближе. Нужно разворачивать. Так как это четвертый угол. Мы должны быть аккуратны, чтобы не сломать вот этот. Отводим. Разворачиваем. Возвращаем. Он не собрался. Восстанавливаем вот этот уголок. И повторяем. Отводим. Разворачиваем. Возвращаем. Собрался. Восстанавливаем вот этот. Первая сторона готова. Начинаем собирать уголки. Проверяем. Здесь цвета совпадают. Здесь нет. Совпадают. Нет. То есть перед нами восьмерка. Располагаем так, чтобы слева был правильный ориентированный угол. А справа угол, который нужно развернуть по часовой стрелке. Это розовый. Если перейдет сюда, то будет совпадать с этим розовым. Выполняем пиф-паф. После будет перехват. И еще один пиф-паф. Пиф-паф. Перехват на 90 градусов. И второй пиф-паф. Видим, что уголки правильно ориентировались. Теперь нужно вот сюда зелено-серый центр. Ищем его сбоку. Вот он. Располагаем сзади. И выполняем алгоритм. Пиф-паф. Вот эта наклейка должна расположиться теперь сзади. Перед нами тоже маленькая. И еще один пиф-паф. Так. Смотрим. Зелено-серый на месте. Ориентирован неправильно. Расставляем остальные центры по местам. Располагаем этот справа, этот слева, этот на месте, этот на месте, этот на месте. Но переставлять не пришлось. Смотрим, какая ситуация у нас по развороту. Один центр. Второй центр. Нужно развернуть два центра. Два смежных. Один располагаем перед собой. Второй сверху. После чего вращением вот этого угла отправляем его назад. Ну и делаем алгоритм. Запоминаем вот эту наклейку оранжевую. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Разворачиваем на 180. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Ну и отменяем движение. С кьюб ультимейт собран. Может случиться такое, что в конце не придется разворачивать центры. Это бывает редко, но возможно. По такому принципу будут собираться и многие другие шейп-моды с кьюба. А значит, научившись собирать с кьюб ультимейт, вы сможете собрать и много других головоломок. Там, возможно, свои нюансы. Поэтому для каждой головоломки будет отдельное обучающее видео. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok